Добрый день! Получите, пожалуйста, ваш загранпаспорт, пишите сюда ваше имя и фамилию. С ним вы можете посещать все наши мероприятия из морковного листа. Собирайте наклейки, вклеивайте их в загранпаспорт. Это будут отметки о ваших творческих взлётах и приходите на розыгрыш призов. Вот так заманчиво начиналась улётная ночь в городском центре культуры и отдыха для тех, кто захотел провести субботний вечер, интересно. С таким загранпаспортом ориентироваться в многообразной программе и путешествовать по тематическим творческим станциям, предложенным организаторами, было гораздо проще. Началось всё с Ивановской красавицы, где у нас была красота, накрыли в красоты полёт. И вот сегодня у нас улётная ночь в ЦКО. Постоянно у нас диктор приглашает в разные залы участников нашей творческой программы. Школьный актив подготовил специальную программу о космосе. То есть мы не только полетаем на самолётах, но и попытаемся выйти в открытый космос. Вариантов, куда пойти, организаторы предложили так много, что действительно разбегались в глаза. Благодаря мастер-классам по национальным танцам можно было совершить импровизированное путешествие восточным, европейским и латиноамериканским странам. Мы хотели презентовать наши коллективы, но не просто показать, что они могут делать, а что они могут дать тем людям, которые пришли сюда. То есть, как вы видите, сзади меня проходит уже обучение по лесгинке. И наш ансамбль «Иберия» проводит этот мастер-класс. В фойе второго этажа организовали территорию асов – мастеров, которые за короткий срок могли научить интересным вещам. Так можно было поработать за гончарным кругом, сделать своими руками игрушку или украшение. Сегодня научились изготавливать ложки и браслеты из подушных материалов. То есть, это часть русской культуры, натуральный лён. Такие винтажные украшения получились. То есть, довольно интересно. По соседству расположилась фэшн-зона, где свои самые заметные коллекции презентовали театры моды и студенты Ивановского политехнического университета. А на первом этаже весь вечер играла живая музыка. Все желающие могли потанцевать. Самый долгожданный момент у лётной ночи – экскурсия по ночному ЦК ИО. Обязательная для посещения гримерки артистов в сценах, которая раньше, кстати, вращалась за кулисье. Посетителям показали режиссёрский пульт и замаскированный вход, через который на сцену может заехать даже автомобиль. Кроме того, ивановцы побывали в подвале. Причём, рассматривать все его сокровища посетителям предложили с помощью фонариков. Вот видите здесь баннеры, которые рассказывают из заголовков газет, как что происходило, как вы видите, новогодние мероприятия, различные фестивали различного уровня. Дальше мы с вами можем видеть артистов различного жанра, которые посетили Центр культуры и отдыха, даже будучи, когда он был ещё дворцом текстильщиков. Дальше мы с вами, как вы видите, идём к стенду «Территория красоты». Как вы знаете, Центр культуры и отдыха каждый год проводит конкурс «Ивановская красавица». И каждый год минимум 20 участниц участвуют в этом конкурсе и определяется самое лучшее, самое красивое. Хотелось бы обязательно сказать про то, что Центр культуры и отдыха – это страна фестивалей. Каждый год минимум несколько раз со всей страны к нам встречаются артисты различного жанра. Фестивали проходят по классическим, по современному искусству. Например, с 30 апреля по 2 мая у нас каждый год проходит конкурс, российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Жар птица». Но главный сюрприз посетителей улётной ночи ждал по завершении мероприятия. Среди самых активных участников разыграли годовой абонемент на все концерты в Центре культуры и отдыха, включая выступления звёздных гостей. Любовь Ачерникова, Денис Денисов, РТВ «Иваново».